Ровно 20 лет назад, в сентябре 2002 года, на экранах российских телевизоров начался показ сериала «Бригада». История о четырёх друзьях, сколотивших преступную группировку, получила беспрецедентный для сериалов телевизионный рейтинг, сравнимый с новогодними обращениями президентов. Алексею Сидорову на тот момент режиссёру-дебютанту удалось создать гангстерский эпос «Новой России». Успешную рецепцию голливудских образцов жанра, вроде «Крёстного отца», «Лица со шрамом» и «Однажды в Америке». «Бригада» не только обрела культовый статус, но и стала одной из первых серьёзных попыток осмысления эпохи 90-х и, более того, создала канон её изображения на экране. Почему герои совершают отвратительные поступки, но при этом продолжают вызывать симпатию? Правда ли, что сериал романтизирует бандитизм? Как создатели «Бригады» используют постмодернистскую оптику? И почему сериал про ОПГ стал частью детского фольклора? Об этом и многом другом в новом видеоэссе «Кинопоиска». Могут стрелять по мне, а зацепят вас. Я вам говорил, что он в маразме? Фил, я говорю серьёзно. Саша, это общее дело. И потом, мы с первого класса вместе. И за всё, что мы делаем, отвечаем тоже вместе. «Бригада» берёт несвойственный сериальному формату большой временной разбег. В 15 серий укладывается целое десятилетие. С лета 1989 года до весны 2000-го. Вездесущие титры с хронологией тут не случайны. Судьбы героев оказываются тесно связаны с ключевыми событиями эпохи. Вот Саша Белый проходит срочную службу на границе с Афганистаном. Только-только закончилась затяжная и кровопролитная афганская война. И пусть нас не вводит в заблуждение наивное, почти детское выражение лица главного героя. Можно представить свидетелям или участникам каких событий он успел побывать за два года службы в непосредственной близости от зоны военных действий. «Бригада Белого» становится выгодоприобретателями другой страшной войны – первой чеченской. Под давлением ФСБ они поставляют оружие чеченским сепаратистам. Пунктиром в сериале отображаются и другие главные события 90-х. Вот Белого отвлекает от супружеского долга «Лебединое озеро». Его транслировали по всем каналам во время августовского путча 1991 года. За этим событием последовал фактический распад СССР. Я вот отменяюсь, Валентин. Вот что такое? Переворот, Горбача скинули. А вот герои становятся свидетелями событий октября 1993-го. Они попадают под руку ОМОНу, преследующему защитников Белого дома. А выйдя из тюрьмы, видят, как грузовики увозят тела людей, погибших на улицах Москвы. С уже большей иронической дистанцией персонажи реагируют на новость о другой трагедии – убийстве телеведущего Влада Листьева. Мама дорогая, весело живется в России. Герои сериала не проживают свою жизнь в вакууме. Они соприкасаются с историей страны или сами становятся ее действующими лицами. Дорогая братва! Поздравляю вас с наступающим годом, собаки! Желаю, чтобы никто из нас не стал сукой поебать! При этом авторы сериала не ограничиваются только 90-ми. Они вписывают эпоху в более широкий исторический контекст. К примеру, бабушка Оля, видя обугленный от взрыва подъезд внучки, вспоминает бомбежки Великой Отечественной войны. Так у 90-х возникает зловещая рифма. Испытания, выпавшие в эти годы на долю людей... Мудые народы! ...сопоставимы разве что с бедами военного времени. Населяя мир характерными, почти лубочными образами, бригада, по сути, создает мифологию 90-х. Здесь воедино собраны бесстрашные бандиты, продажные политики, хитрые сотрудники спецслужб, распутная богема и интеллигентные скрипачки. Саша Белый же становится портретом целого поколения, героем всего за десятилетия, прошедшим путь от рыночного ракетира до депутата Госдумы. Вы все прекрасно знаете, что беззаконие в России, свидетелями которого мы с вами являемся, началось сверху с власти. Потому что если власть продажна, если она не может отвечать за свои слова, то в конце концов в стране начинается хаос. Белый, Фил, Космос и Пчелы далеко не простодушные Робин Гуды. Они опасные преступники и совершают поступки сообразно своему социальному статусу. Опрыщики, пошли за мной. Продают наркотики, оружие, отжимают чужой бизнес, убивают людей или, к примеру, допрашивают девушку под угрозой изнасилования. Авторы не скрывают своего осуждения по отношению к героям. Взять хотя бы сцену, где Фил, облаченный в киношную нацистскую форму, размышляет о некоторых преимуществах фашистского общества. И тогда меч начинает играть роль плуга, и тогда кровавые слезы войны орошают всю землю. Везде Ордунг и Арбайден. Далеко не случайно, что именно цитата Гитлера, оправдывающая аннексию чужих территорий, предваряет предложение Белого перестать довольствоваться рэкетом рынков и найти рыбу покрупнее. Уже в следующей сцене Фил, своеобразно толкующий понятие Ордунг – порядок, и Арбайден – работать, достает тесак, чтобы запугать человека и отнять у него бизнес. Если героям нужно применить насилие для достижения своих целей, то они легко выписывают себе разрешение на него, не терзаясь муками совести. При этом они весьма религиозные, и здесь тоже чувствуется авторский сарказм. Космос не знает, как правильно креститься, но при этом носят на себе три креста одновременно. Белый просит пчелу не курить рядом с храмом, после чего открывает липовый фонд по реставрации церквей, чтобы получить через него льготы на импорт табака и алкоголя. Так почему же, несмотря на все это, герои бригады продолжают вызывать сочувствие и даже некоторую симпатию? Во-первых, они удивительно простодушны. За редкими исключениями даже не понимают, что делают что-то не то. Во-вторых, их плохие поступки почти всегда оправданы обстоятельствами. Убийства совершаются исключительно из мести. Наркотики продаются не в России, а где-то на абстрактном Западе. Торговать оружием заставляют влиятельные люди, но белые все-таки находят способ отказаться. Да, от деятельности банды страдают люди, но, как правило, все они ужасно несимпатичны. А по сравнению с беспринципными ФСБшниками, чиновниками и милиционерами, главные герои бригады вообще умудряются выглядеть чуть ли не нравственными авторитетами. Мне для человека пули не жалко, а птичка, вот она, летает в небе. Мне жалко, потому что птичка – это божье создание. Бригада – история о том, как хороший парень становится плохим, но даже тогда находятся парни похуже. Главным антагонистом Белого выступает оборотень в погонах Каверин, по сути, и толкнувший его на криминальный путь. Герой – бандит, антагонист – милиционер, еще один значимый перевертыш в сериале. До бригады мы смотрели на 90-е в основном с точки зрения милиции и прокуратуры. Здесь же переключаемся на оптику их постоянных клиентов. Каверин, так же как Белый, приступает закон и идет к успеху семимильными шагами. Но если Белый выбирает путь честного разбоя, то Каверин пользуется своим служебным положением сначала в милиции, а затем и в ФСБ. Силовик хочет прижать Белого к ногтю не из личных соображений, даже не из идейных, а скорее из чувства досады, чтобы смелый и умный главарь банды не думал, что он чем-то лучше других. В этом смысле выходит, что милиционер Каверин – воплощение прогнившей государственной системы и свойственной ей уравниловки. А бандит Белый – свободы и успешные частные инициативы. Правда такое, что при первой же возможности сама стремится встроиться во властную вертикаль. Государство – это мы, Игорь Леонидович. Мы с вами. Страсть героя к власти и контролю хорошо видна на примере его романтических отношений. Белому важны не столько люди, сколько их преданность, номинальная власть над ними. Именно поэтому он так оскорбляется, когда узнает, что девушка не дождалась его из армии. Хотя, судя по всему, за два года службы они едва общались. С этим же связано его отчаянное и малоуместное желание завести собаку. Собака не будет сначала тебе в любви клясться, а потом по черенку и койкам прыгать. Символично, что за щенка, как и за женщину, здесь возникает конкуренция. И собака опять же делает выбор не в пользу героя. Как только желанный объект все же достается белому, он быстро теряет к нему интерес. Брак со скрипачкой Оли строится исходя из похожего принципа. Это отношение не двух равноценных личностей, а скорее вожака и его подчиненной. Белый, как и его американские коллеги из гангстерских боевиков, вынужден поплатиться за свой криминальный путь. В его случае смертью лучших друзей, потерей семьи и крушением надежд на будущее. Но есть и еще одна развязка, существование которой обычно не так очевидно для зрителя. В финале сериала мы видим белого на мосту, будто наблюдая за ним из тайного укрытия. А затем уже под титры слышим звук одиночного выстрела. Так, предвосхищая знаменитый финал сериала «Сопрано», создатели бригады предлагают зрителю самому решить, погиб герой или все же остался в живых. Бригада – самый дорогой сериальный проект России «Начало нулевых». Он до сих пор впечатляет размахом и качеством производства, сложные трюки, спецэффекты, большое количество локаций и массовки, популярная западная музыка в саундтреке. Музыкальная составляющая в бригаде вообще очень важная. Инструментальные композиции, написанные Алексеем Шалыгиным, стали хитами, захватившими рингтоны всех мобильных телефонов страны. Напряженное и одновременно величественное звучание главного саундтрека сериала превращает бандитскую историю чуть ли не в героический эпос. На это же впечатление работает и классическая музыка. К примеру, ария Мефистофеля из оперы «Фауст». Или «Лебединое озеро» Чайковского в эпизоде, где белые с семьей слушают концерт в консерватории, а в это время реализуется его план по убийству вражеской банды. Сцены даны в параллельном монтаже, так что финальные овации кажутся адресованными не столько оркестру, сколько бригаде белого. Возвышенная классическая музыка здесь всегда находится в контрапункте с бытовым экранным содержанием. Так, 24-й каприз погонения сопровождает не что иное, как печать разыскных ориентировок. Многие решения в бригаде довольно изобретательны для телесериала, особенно на уровне деталей. Посмотрите, как выполнены переходы между сценами. Здесь эпизоды соединены по принципу движения. Здесь по цвету. А здесь по смысловому контрасту. Номер телефона одногруппника Оли, к которому она испытывает романтический интерес, оказывается записан рядом с неслучайным нотным указанием темпа. А вот как нестандартно сделан функциональный заявочный план приезжающих на разборку машин через маленького шпица на прогулке с хозяином. Некоторые символические детали в бригаде довольно очевидны. Например, сцена убийства Фархада предваряется цитатой Геродота. А некоторые рассчитаны исключительно на подкованную публику. Сцена, в которой космос предлагает белому продавать оружие в Чечню, начинается с портрета барона Унгерна, жестокого и кровожадного военачальника времен Гражданской войны. Так Гражданская война находит свое отражение в Чеченской. А барон Унгерн – персонажи космоса, готового внести разлад в отношения с другом. Визуальный стиль бригады тоже весьма примечателен для телевизионного формата. Задача сделать историю об УПГ эстетичной решается с помощью замедленной съемки и живописных планов. Похожую эстетизацию бандитских будней мы еще не раз увидим на телевидении, отечественном и зарубежном. А кадр с лошадью и таксофоном повторится в сериале «Острые козырьки» то ли в качестве цитаты, то ли по чистому совпадению. Цитатность свойственна и самой бригаде. Ее создатели время от времени с улыбкой кивают на киноклассику. Вместо обещанного компромата банда белого демонстрирует по телевизору крестного отца. Сцена, где исполнение «Лебединого озера» монтируется параллельно с расправой над врагами, также отсылает к аналогичной сцене с первым причастием сына Майкла Корлеоне. А вот Артур с Кавериным перед покушением смотрит седьмую печать Бергмана. Кино в сериале не только идет по телевизору, оно полноправно соседствует с реальной жизнью, иногда смешиваясь до неразвлечения. Желание обзавестись щенком сталкивает белого с кинокаскадером и актером Александром Иншаковым. Это реально существующий человек, более того, выступивший продюсером самого сериала «Бригада». Именно он помогает Филу устроиться на съемки каскадером, а в финале инсценирует гибель Белого и его семьи. Киношники и преступники здесь вообще оказываются очень близки. Бандиты проводят время на киноплощадке, крутят романы с актрисами, мстят коварным продюсерам и спонсируют искусство. У этой близости есть историческая коннотация. В 90-е киноотрасли действительно приходилось выживать за счет мутных частных вливаний. Но ей одно дело не ограничивается. В кино, как в волшебном зеркале, отражается жизнь героев. Перед тем, как Фил впадает в кому, мы видим смерть его персонажа в кино. Причем, пересказывая сюжет фильма, в котором он снимался, Фил предвидит характер своей будущей травмы. Короче, там типа бессмертные пацаны действуют, а убить их можно, если только башку отрубишь. Доходит сериал даже до полноценной рекурсии. Про что фильм не знаешь? Про нас. В смысле? Про брату. Да ладно, серьезно? Серьезно. Бригада называется. Да? Причем и тут включение мета-уровней не ограничивается только шуткой. Как мы увидим позднее, ОМОН, повязавший героев, хоть и является настоящим, действует не всерьез. Бойцам нужно было лишь запугать банду белого. То есть следите за руками. Вслед за киношным ОМОНом приезжает настоящий ОМОН, который, в свою очередь, играет роль киношного ОМОНа. В «Бригаде», как и во многих других произведениях 90-х и начала нулевых, явно заметен интерес к постмодернизму. Смешению низкого и высокого, игре со слоями, обращению к концепции симулякра, копии, не имеющей оригинала в реальности. Например, политтехнологи устраивают Каверину съемки, реконструирующие его взятие в плен чеченскими бойцами. Хотя в действительности этого эпизода в биографии Каверина никогда не существовало. «Да, и лицо так... как в крепком орешке». Такую же роль симулякра в сериале выполняет сюжетная линия с киносъемками. По сравнению с ней, история Белого и его бригады кажется более реальной, и одновременно она же сигнализирует об ее искусственности. Мотив кино, неотступно сопровождающий героев, превращает их самих в экранных персонажей. По сути, в бригаде мы видим не только историю о бандитах 90-х, но и то, как параллельно, буквально одновременно с рассказываемыми событиями формируются шаблоны их изображения на экране. Слушай, это ваше кино, это кровь и насилие одно. Так в чем же секрет беспрецедентного зрительского успеха бригады? Вряд ли дело только в неоднозначных героях, изобретательных режиссерских решениях и тем более постмодернистских приемах. Широкий зритель увидел бригаду в первую очередь как трогательную историю о четырех мужчинах, сумивших сохранить дружбу, несмотря на многочисленные испытания. Клянусь, что никогда никого из вас я не оставлю в беде. Ты что, помираешь, что ты сказал? Клянусь всем, что у меня осталось. Клянусь, что никогда не пожалею о том, в чем сейчас клянусь. Хотя эти отношения сложно назвать особенно доверительными. Космос много лет скрывает, что именно он совершил убийство, которое повесили на Белого. Ближе к финалу Космос и Белый уверяют себя в том, что Пчел оказался предателем, а тот, в свою очередь, что лучшие друзья, без сомнений, могут его убить. Тем не менее, герои бригады обаятельны в своей детской привязанности друг к другу. Их мальчишеская дружба выглядит особенно трогательно на фоне победившего цинизма и повсеместной жестокости. Своим поведением они вообще очень напоминают подростков. Кичатся дорогими тачками, красивыми девушками, размахивают пушками, хотят показать всем свою крутизну. Не зря большую популярность сериал снискал именно среди подрастающего поколения. В начале нулевых во дворах и школах часто играли в Сашу Белого. Как нежелающие взрослеть мальчишки, герои бригады эгоцентричны и не хотят принимать ответственность за свои поступки. Глубоко символична в этом смысле песня из фильма «Генералы песчаных карьеров». Точнее, ее русская кавер-версия, которую исполняют Фил «Космос» и «Пчела» на свадьбе Белого. Это обращение беспризорника с жалобами на свою судьбу. Я начал жизнь в трущобах городских и добрых слов я не слыхал. В такой незрелой картине мира, свойственной обычно людям с трудным детством, человек отрицает, что он может испытывать за что-то вину. Ответственность всегда перекладывается на окружающих. Это другие виноваты в том, что он совершает плохие поступки, а он на самом деле ни при чем. В этом смысле бригада смогла затронуть инфантильные струны в сознании зрителей. Вся страна на миг ощутила себя детьми, с которыми когда-то плохо обошлись, и теперь они вправе делать все, что хочется, не особо считаясь последствиями. Бригады редкие по качеству проект для отечественной индустрии, написавшие целую эпоху и подарившие нам героев, которые вошли в народную память. На годы опередившие киномоду на обаятельных негодяев. Сумевшие быть сложным и при этом казаться на удивление простым. Сериал, рассказавший универсальную историю. О людях, которые заполучили все, но при этом растеряли самое важное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова